Продолжение следует... В стадии 20 коров, 6 лошадей и 3 быка. Это вообще невозможно жить. Не выйти ни на работу, ни в магазин. Никуда нельзя пройти. Жители деревни оказались практически в осадном положении. Голодные животные в поисках печень начали ломать ограды, пробираться во дворы и даже на кладбище. У всех туи съели. Вообще от холода стоит. И в ограду копыты. А сейчас вообще, если там все замело, они не будут видеть эту ограду. Они памятник снесут. И этот цветник могут наступить на него. И ничего не останется. Такая история, по словам людей, в Гремячем повторяется каждую зиму. И если летом коровы спокойно пасутся на окрестных лугах, зимой из-под толстого слоя снега кормом не достать. Сейчас часть живности с подворья куда-то исчезла. Оставшиеся буренки так и стоят. В полуразрушенных загонах, без воды и еды. Их владелец на контакт не идет. На прошлой неделе люди даже вызывали полицию и написали коллективное заявление. Проводится, соответственно, выяснение, какой именно состав правонарушения присутствует в данном случае. И в зависимости от этого будет принято решение о привлечении собственника к ответственности. Материалы с зафиксированными правонарушениями сейчас находятся у правоохранительных органов. Если стражам порядка удастся доказать, что буренок владелец не кормит намеренно, его привлекут к ответственности за жестокое обращение с животными. А это уже уголовная статья. По ней владельцу грозит не только штраф до 80 тысяч рублей, но и конфискация имущества. Жители деревни надеются, что голодных коров и лошадей у соседа вскоре изымут. Говорят, что больше не могут смотреть на страдания животных.